Более 20 лет судебной системе посвятила Бермет Мирзаканова. Она судья Иссык-Кульского областного суда. Вершить правосудие – это пик карьерного роста любого специалиста в области юриспруденции. Но еще это большая ответственность, рассказывает служитель Фемиды. Самое сложное, наверное, это все-таки для судей – это принятие самого правильного, справедливого решения. Но для судей это очень важное и сложное. Потому что мы на свои плечи все возлагаем, чтобы люди приходят для разрешения своих проблем. И мы должны правильно подойти, чтобы вынести справедливое, законное решение. Вот это самое, наверное, сложное. Судебная система Кыргызстана в этом году отмечает 100-летие. Она служит опорой справедливости и законности в обществе. Поздравляя работников судебной системы, президент Садыр Джабаров подчеркнул, что справедливость тесно связана с верховенством закона и соблюдением прав человека. Без справедливости невозможно повысить доверие граждан, обеспечить стабильность общества и достигнуть развития государства. В начале прошлого века с обретением нашей страной независимости были заложены первые основы правовой системы. Мы не можем забыть героизм и заслуги тех людей, которые первыми сделали шаги на этом пути. Трудились и усердно служили, строя новую жизнь в соответствии с требованиями нового времени. За последние три года в законы, касающиеся судебной системы, был внесен ряд изменений. С каждым годом увеличивается финансирование судебной системы, улучшается материально-техническая база. Например, за счёт государственного бюджета зарплата судей выросла на 100%. В Джалалабадской и Сыкульской областях открыты дома правосудия, созданы комфортные условия для наших граждан по принципу единого окна. Для местных судов здания, которых пришли в негодность, строятся и сдаются в эксплуатацию новые, отвечающие современным требованиям. Полностью оправдал себя и метод ротации судей. В 2022 году более 300 судей были переведены в другие местные суды. Это позволило обеспечить независимость судебной системы, исключить конфликт интересов и снизить коррупционные риски. Два с половиной года мы уже находимся в других регионах. Я изначально работал здесь, в Чуйской области, в межрайонном, в административном суде и в Соколовском районном суде. В 2022 году нас ротировали. И наш полностью Карасюльский районный суд в полном составе были ротированы. Сейчас в настоящее время там работают все судьи из других регионов. Конечно, результаты данных реформы уже ощутимы на сегодняшний день, потому что это все видно по статистике, все показывает, что есть рост по качеству, по срокам, по рассмотренным делам. Повышение прозрачности правосудия и гарантия независимости судей – приоритетное направление судебно-правовой реформы. Прозрачность судебной системы обеспечивают в том числе современные технологии. Большая часть судебных залов по всей стране обеспечена системами аудио- и видеофиксации. Мы судебной реформой занимаемся. Первый этап – это было повышение заработной платы со стороны государства. Второй этап – ротация судебной системы. И третий этап, конечно, это у нас будет о переходе на качество работы. Чтобы перейти на качество работы, у нас много вариантов. Нам надо цифровой издательности добиваться. Кроме того, изменение и дополнение с законом должно быть вынесено. В соответствии с требованиями времени, цифровизация судебной системы будет продолжена, включая оценку работы и отбора судей, ликвидацию человеческого фактора в деле обеспечения правосудия и независимости судей. Садыр Джапаров выразил уверенность, что служители Фемиды продолжат свою сложную и ответственную работу. Только так будет востроено справедливое и правовое общество. После официальной части мероприятия продолжилось концертной программой.